Начнем с активации шишковидной железы. Итак, здесь, в этом упражнении, разминочном, цель его это прокачать мозг. Левая, правая полушария мозга, раз, передняя и задняя доля головного мозга. Правая полушария мозга это наша интуитивность и момент настоящего, левая полушария мозга это наша рациональность и момент будущего и прошлого. Лобная часть это направляющая воля шины, затылочная часть это образность, визуализация. Визуализация. И наша цель прокачать все эти аспекты. Через координацию мозга это корни нервной системы, пальцы рук, пальцы ног и волос. Это продолжение центральной нервной системы. И путем определенной координации мы можем прокачать свой мозг, свой разум и активировать шишковидную железу. И вот первое упражнение для акцизации шишковидной железы. Мы фокусируемся на межбровье. И представляем межбровье белое солнце. И наша цель межбровье начинать рисовать знак бесконечности. Активируя атлант. И вот это первое упражнение. Немножечко поактивируем шишковидную железу и атлант. Внимание на межбровье. А межбровье рисую знак бесконечности. Стараемся, чтобы наше межбровье рисовало знак бесконечности по максимальному радиусу. И второе, что сюда добавляем, это взгляд брошен вперед. И мы всматриваемся, куда смотрит взгляд, не давая объектам расплываться. Наша цель картинки перед собой видеть четко, чтобы они не расплывались. Если они расплываются, делаем помедленнее. Шишковидная железа активируется только в том случае, если мы способны рисовать знаки бесконечности без расплывания образов. И в другую сторону. Не давая объектам расплываться, взгляд открыт. Завершаем. Завершается все вытягивание макушка в небо, растягивая позвоночник как тетиву, как струну. И мы должны, если вращается что-то, остановить картинку. После того, как мы остановили, по большому счету, здесь пока не должно быть все легко. Поднимается левая рука в небо, правая к земле. Левая и правая ладонями смотрят также к земле. А будто мы в руках держим что-то для нас ценное, важное. И сейчас, чтобы мы не совершали, это ценное, важное в ладонях не должно упасть. Влоками здесь попроще. Вернее рука рисует цифру 6. Нарисовали цифру 6 и вернули хвостик. Цифру 6 и вернули хвостик. Три оборота. Здесь пока не все просто. Вторая нижняя рука цифру 9. Раз, вернули. Раз, вернули. И далее соединяем одновременно 6-9. 6-9, 6-9. Прокачивая мозг, увеличивая скорость. Остановили. Поменяли местами. Верхняя рука рисует цифру 8. То есть, вверх над головой и у корпуса вывели. Вверх над головой, у корпуса вывели. Прокачивая свой мозг, координацию. Самое важное здесь сделать не столько, сколько телесно, а разумом. Мы должны вниманием отслеживать траекторию, будто визуализировать, как наша двигается рука. Не просто созерцать ее, а прям визуализировать точно такую же траекторию. И причем наша визуализация руки идеальна, когда двигается еще быстрее. То есть, сначала образ, а рука физически за ним как эхо подстраивается. Вот это идеально, эта прокачка, уже разумка, медитативная практика. Вторая нижняя рука к себе, вот к себе, к себе. Точно так же. Сначала подпись, над головой вышли. Ладони постоянно к нему, будто мы держим что-то цельное для нас, это не должно упасть. Обычно ставят пиалки маленькие с водой, и они должны проронить. Тем самым, помимо прокачки полушария мозга, мы развиваем еще и суставы. Эта техника – тайное боевое искусство в казачьем спассе под названием «Сворожий бой». Энергетическая, если ее полностью упали все сегменты. Остановились. И теперь соединим две руки одновременно. То есть, одна к голове, другая к корпусу. И расходим. То есть, две восьмерки. Прокачиваем мозг. Далее скинули информацию. Мы сегодня белло пробежимся. Это чисто такая разминочная для мозга. Это нам необходимо будет уже для изучения практики. Потому что каждая практика, я вам скажу сразу, требует очень глубокой сосредоточенности. Очень много образа, визуализации и внутренней работы. Поэтому сейчас мы пока должны так встряхнуть и прокачать мозг. Еще раз. Левая вверху, правая вверху. Левая рука рисует цифру 6 и 5. Самое простое. И нижняя рука рисует 8. Гармонизируя полушария мозга, мы не только усиливаем концентрацию и сосредоточение, а также прокачиваем ум разум, интеллект, память и интуицию. Даже для этих задач нужно взять. И теперь соединяем 6 и 8. Если тяжело, сначала прорисовали одной рукой 3 оборота, потом другой рукой 3 оборота, потом 1 и 2, 2 и 2, потом 1 и 1, 2 и 1. И потом соединяем. То есть 3 и 3, 2 и 2, 1 и соединяем. Если по времени. 6 и 8. Скинули. Вообще соединяются полностью все сегменты. Восьмерками коленями, тазом, плечами. И то есть постоянно человек находится в потоке, в свиле, в спирали. И получается как спиральное боевое искусство защита. Особенно если человек вошел в станок, изменен в состояние сознания. Но мы пока здесь подключим это с головой, с активацией шишковидной железы. Самое простое, это допустим, 2 руки к небу, 2 руки к небу и 8 к голове и над корпусом вышли. В голове, над корпусом вышли. Здесь, который здесь танец Шивы называется? Да, аналог как раз там есть танец Шивы. В спасе это вейга. Вейга раньше называли южный ветер, который беспрепятственно способен огибать любое препятствие. Вот это как раз к этому комплексу остановили. Теперь внимание на межброви. Повращали. Также привыкаем. Это не просто технически межброви, рисуем знак бесконечности. А еще вниманием осознаем эту траекторию. Вообще, что наше тело выдает? Осознанно. И теперь, кто может, соединяем с руками. С восьмерками. Идеально это еще не давать объектам расплываться. И дальше еще и подключает корпус. Ну, на этом и закончим. Достаточно для закрепления. Активируем мозг. Для этого мы нажмем на три точки. Первая точка находится над зубами. Это граница между десной и зубами. Вторая точка находится под губой. Тоже граница между зубами и десной. И третья точка под подбородком. Граница, где окончается косточка и начинается мягкое место. Вот на третьей границе мы должны надавить одновременно с приятным усилием на 10 секунд. Надавили, подержим. Приятное усилие. Три точки одновременно обязательно. Отпустили. Это запускает активность нашего мозга. Отпустили. 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 Продолжение следует...